Здравствуйте, уважаемые зрители! Начиная с этого ролика, я открываю плейлист, посвященный взаимодействию инструментов, входящих в состав ритм-секции. И сегодня, на примере песни группы кино «Когда твоя девушка больна», мы разберем, как согласуется гитарная большинстверка с партией ударной. Давайте вначале обратим внимание на партию ритм-гитары. Как мы видим, бой очень простой. Четверть, две восьмушки, четверть, две восьмушки. И здесь очень простая и популярная гармония. 1, 6, 4, 5. Или, исходя из тональности данной песни, G, E, M, C и D. Но она имеет определенную особенность, потому что, как вы видите, аккорд G, вступающий в третьем такте, на нем не завершается, а продолжает звучать на первой доле четвертого такта. То есть, семь ударов приходится на аккорд G. На второй доле, соответственно, слабой, вступает аккорд E, M, который длится шесть ударов и тоже задерживается на первой доле пятого такта. На второй доле пятого такта, соответственно, вступает аккорд C, который тоже задерживается. И аккорд D выравнивает все это положение, поэтому здесь и длится пять ударов. И, соответственно, в седьмом такте снова на первую долю вступает аккорд G. И таким образом этот квадрат G, E, M, C и D, он продолжается. Теперь давайте обратим внимание на партию ударных. Так, вступление я сейчас рассматривать не буду, это сделаем в конце. Обратим внимание с третьего такта. Здесь, как видим, у нас используется четыре элемента ударной установки. Бочка, малый, райд и крэш. Покажу это наглядно. Это бас-барабан или бочка. Это рабочий, который также называется малым. Это тарелка крэш. И вот таким вот образом выглядит райд. Соответственно, бочка на первую, малый на вторую, бочка на третью долю, малый на четвертую. Это классика жанра, один из самых первых ритмов, который разучивают ученики, поступающие в мушколу на класс ударных инструментов. Соответственно, чтобы это все звучало не так тускло, здесь мы имеем восьмыми сеточку, которую рисует райд. Ну и поскольку у нас три аккорда подряд идет задержание, аккорд, соответственно, C, G, E, M и C задерживаются, а D у нас более короткое, да, звучание имеет, то чтобы гитарист, так сказать, по привычке не сыграл на D тоже 6 ударов, здесь играет крэш, когда вступает заново аккорд G. Как бы подсказываю, ребята, здесь вступает тоника. Вот такая очень простая партия ударных. Ну и давайте теперь рассмотрим вступление. Здесь мы видим, немножко отличается одна из особенностей, что вообще нет ни бочки, ни малого. Здесь играют томы. Вот эти том, томы, есть различные эти, и большие, и маленькие они. То есть это вспомогательные барабаны, которые помогают, как бы, украсить ритмический рисунок. Также, кроме райда, здесь есть и хай-хэт-педаль. Это вот это хай-хэт, и здесь он играется не ударом палочки, а когда нажимают на педаль, эти две тарелки, соединенные между собой, стучат друг от друга. И заметьте, что в первом такте на второй доле и во втором такте на второй доле во вступлении нету этого хай-хэта. Поэтому, как бы, первая и третья доля акцентируются. Послушаем, как это звучит. А вот теперь, как звучит основной бой. Давайте сейчас посмотрим, как звучит партия ритм гитары, учитывая синкопированность данной песни. Вы, наверное, обратили внимание, что вот этот момент, как бы, слышится, когда хочется здесь сменить аккорд, да, а еще звучит предыдущий. Ну и рассмотрим, как звучит партия баса. Партия баса здесь очень простая. Первая, третья, первая, третья. То есть, как мы увидели, что данный ритм очень простой. Интересно, что под него можно сыграть не только боем шестерка, но и четверочки, восьмерочки, различные арпеджио, которые некрасиво называют переборы и тому подобное. Для этого, например, можно воспользоваться драм-машиной, например, как мюзица. Здесь можно запрограммировать. И вот я на первую долю хай-хэт с ногой поставил. Соответственно, на первую и третью барабан. Вторая, четвертая, малый барабан. И здесь пошел райт. Вот как это все будет звучать. Надеюсь, данное видео оказалось вам полезным. Поделитесь, пожалуйста, своими отзывами и комментариями. Я планирую снимать такие ролики и в дальнейшем. Так что, до новых встреч на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok